Охотничьи собаки, джигитовка, театрализованное представление и блюда охотничьей кухни. Всё это стало частью первого в регионе охотничьего фестиваля в Муромцеве. В усадьбу последнего предводителя Владимирского дворянства приехали сотни гостей, а также огромное количество участников. Среди них и Павел Летягин из Владимира. По его словам, он потомственный охотник. Мастерство охоты его обучал ещё отец. На фестиваль он прибыл не один. Вместе с ним показать себя пришёл и лабрадор по кличке Тимофей. Его специализация – охота на диких уток. Опытный охотник в этом году на выставке, на 48-й Владимирской выставке. Оценка отлично получила. И также был пёс на испытаниях по водоплавающей дичи, по утке, где набрал 74 балла и диплом третьей степени получил. Организатором торжеств в усадьбе Храповицкого выступил Владимир Суздальский музей-заповедник. Фестиваль приурочили к 195-летию Карла Тюрмера. Известного лесовода, который последние годы жизни работал у Храповицкого. И сегодня Судогодские леса – одна из жемчужин российского лесоводства, рассказывает научный сотрудник музея Юлия Павлова. По её словам, и сам Храповицкий неровно дышал к охоте. В усадьбе был выстроен охотничий домик, где хозяин принимал своих гостей. Любителей пострелять дичь. Согласно легенде, у Владимира Семёновича даже была любимая собака. Около дома имеется большое возвышение в форме горки. Эта горка когда-то была обложена дикими камнями. И, опять же, местные жители говорили, в центре этой горки был постамент. Вроде бы какой-то такой памятник, где была высечена надпись. Это была кличка собаки, может быть, любимой собаки Храповицкого. Ну какой же охотничий фестиваль без стрельбы? Здесь, в усадьбе Владимира Семёновича Храповицкого, каждый желающий может попробовать себя на быстроту и точность. И хоть оружие пневматическое, да и вместо дичи небольшой жетон, главное почувствовать охотничий азарт. Вдоволь насмотревшись и настрелявшись, каждый желающий также мог отведать настоящее охотничье блюдо. Охота – это всегда праздник, это всегда красиво, это всегда вкусно. Я очень люблю готовить, поэтому меня попросили организаторы что-нибудь сделать. В этом казане у нас был шулюм охотничий, в этом казане мы сейчас раздали плов из перепелок. Если хотите, можете обратить внимание, вот здесь есть образец блюда. Но на этом праздник не завершился. Под конец фестивальной программы зрители могли увидеть выступления джигитовщиков. Среди них и Анастасия Быстрова, верхом на жеребце по кличке Ройс. Наездница еще пять лет назад начала постигать азы джигитовки. И сегодня она уже заслуженный мастер своего дела. Джигитовка сейчас не только вид красивого шоу, зрелищный вид, это еще и международный вид спорта. А ранее этот вид был ничем иным, как тактика ведения боя. Казаки использовали эту тактику непосредственно в бою. И благодаря этому могли спасти себе жизнь, жизнь лошади. И даже вывести раненых товарищей. В общем, всячески активно и очень полезно применять эту тактику. В планах дирекции Владимира Сузельского музея-заповедника продолжить традицию проведения таких охотничьих фестивалей. Поддерживает эту идею и один из самых известных и авторитетных специалистов в области охоты и охотничьего хозяйства в России. Хотелось бы сделать такой единый центр общественной охотничьей рыболовной фестивальной координации именно на базе усадьбы Нуромцева. Тем более, все для этого есть. Владимирская область, она богата и специалистами, и биологами-охотоведами, и рыболовами. Если не будет повода приехать сюда, что-то узнать, провести прекрасное время, привести сюда детей, почувствовать себя русским человеком, наследником глубочайших традиций. Значит, смысла особого в сохранении памятников нет. Памятники прекрасны, и их нужно поднимать. Но надо помнить о том, что каждый памятник связан с историей жизни человека, а история наших жизней – это история страны.